День национального спасения День национального спасения День национального спасения Ты знаешь, мне очень хорошо помнится то время, потому что в то время я активно общалась с председателем Верховного Совета Нахичевани Гейдаром Алиевым. Мы по телефону часто разговаривали, и в Баку, когда он приезжал в феврале, мы встречались, долго на эту тему говорили. Тогда было всеобщее ожидание каких-то больших перемен, потому что народ, конечно, понимал, что мы идем куда-то не туда, и что республика катится в совершенную какую-то пропасть. И все больше и больше зрело желание, чувство простых людей, простых граждан, в частности, бакинцев, увидеть Гейдара Алиеву власти. Вы представляете, вот я у него спросила как-то, Гейдарич, ну вы придете к власти? Вы вообще намерены возвращаться в политику большую в Азербайджане, в Баку? Он так улыбнулся и говорил, что ты знаешь, я вот в тот день гулял по городу, и за мной шли толпы буквально народа, и вот клянусь, мне достаточно было просто показать пальцем, и вся эта толпа народа ринулась бы или в президентский дворец, или в парламент, взяла бы штурмом и, наверное, посадила бы меня в кресло. Это такие были личные разговоры, но я этого не хочу, я этого не хочу, я всегда говорю о том, что народ должен позвать того или иного лидера, народ должен сам решить источник власти, это народ, и если меня позовут, если окажутся нужным народу, я, наверное, решу и сделаю свой выбор. И когда вот была создана партия, вот эта партия, она и в принципе готовила политический приход Гейдара Ливы цивилизованным путем к власти, просто никто не ожидал, что события пойдут столь стремительно, что начнется продоубийственная война, что произойдет кровопролитие, и ты знаешь, просто произошло то, удивительное было, ты знаешь, народ, вот это тот редкий случай, когда народ оказался мудрее своих лидеров, которые в то время были у власти. Да. То есть он понял, что все, еще немного, и будет точка невозврата. Страны не будет. Понимаешь? Потом уже мы слышали, вот говорят, почему город Улужгин, почему День спасения? Да потому что спас Гейдара Ливича республику от небытия, не просто от хаоса, не просто от войны, а может быть от небытия. Ведь потом нам рассказывали очень высокопоставленные люди в коридорах власти о том, что потом у Гейдара Ливича на столе были разработки того, что планы секретные были, о том, что Азербайджан расчленить на три части. Были такие планы, они вынашлись, они разрабатывались и были вполне реальны. Вот от чего надо понимать, спас страну Гейдара Ливи. Раф Мэн, какие у вас были первые мысли, когда вы поняли, осознали, когда вы получили информацию, что общенациональный лидер Гейдара Ливи возвращается в Баку? Ну, знаете, это очень актуальная тема. Сегодня вот вы задали вопрос, коллега Эльмира Хаум сказала, пишут книги, снимают фильмы. Но в реалии, если посмотрим, то время и это время, после прихода Гейдара Лива, что было, как стало, какой был Азербайджан, каким стал Азербайджан, какая была внешняя политика тогда, какая внешняя политика сегодня, какая была экономика тогда, какая сегодня экономика. И вообще общее развитие Азербайджана. Совершенно я согласен, что страны могло бы и не быть. Сегодня мы так не жили бы. И расчленили бы, и внутренне здесь гражданская война началась бы. Мы были свидетелями, что здесь творилось. С Гянджи начались процессы, в парламенте что творилось, и вообще в стране какая обстановка была. И только вот благодаря тому, что народ позвал Гейдара Ливича, он приехал, и начиная буквально с первого дня, он начал, вот так я выражу, разруливать всю эту вот систему. Привел в порядок. И сегодняшний Азербайджан, ему этот живой показатель, его развитие, сегодня его на внешней арене авторитет, в регионе авторитет нашей республики. Тогда этого всего не было. Тогда, когда он пришел, у нас в бюджете денег не было. Не знали, с чего начинать. Не было абсолютно денег развиваться. А он сделал. Поэтапно, поэтапно, поэтапно он все сделал. В 1996 году в Атланту, когда ехала сборная, денег не было на Олимпиаду послать. Опять Гейдар Ливич помог. В 2000 году Австралия, Сиднея. Опять он помог. Далее, далее. То есть, вот все это в совокупности собирая, получилось то, что страна сегодня живет, развивается. Но нельзя забывать истоки. Как могло бы быть. Об этом мы более подробно поговорим. Римаком, вы коснулись этого момента, но мне хотелось бы еще раз, чтобы чуть подробнее вы сказали об этом. Его шаг, его поступок, возвращение в Баку, это был шаг, скажем так, человека, профессионально занимающегося политикой и не представляющего себя вне политической деятельности? Или же все-таки вот это был поступок человека, который полностью связывает себя с судьбой нации и народа в данном случае? Я думаю, что второе, потому что он связал свою судьбу с нацией и народом второй раз еще за три года до этого, мы помним, 20 января 1990 года, когда он впервые больной, преследуемый горбачевскими властями, преследуемый российской и советской печатью, он выступил открыто против той власти. Он сказал свое веское слово, народ его услышал. И это было возвращением Гейдара Лива в политику. После этого он вернулся в Нахичевань, там произвел революционные, я считаю, реформы, там вернулся в политику, утвердил себя как региональный лидер в Нахичеване, потому что его узнали не только в регионе, но и в Америке, и в России, где хочет он вел прямые переговоры с Клинтоном, с Борисом Ельцином и так далее и тому подобное. И уже когда 1993 год, у него выбора не было, потому что народ понял, что тот, кто им нужен, он уже есть, он уже там, он находится на родине, он все равно занимается судьбами страны. И ты знаешь, я точно знаю, как он не хотел возвращаться, как ему тяжело было возвращаться. Во-первых, ему было уже много лет. Начнем с того, что ему в этот год исполнилось 70 лет. Да, это был уже здоровый, как говорится, окрепший духом и физический человек, родина его спасла от всех недугов. Но ему было 70 лет. А ситуация в Азербайджане, ведь, понимаете, кроме него, я вот так сейчас думаю, да, никто бы не смог ее разрулить. Ну, никто бы не смог ее разрулить. Ну, на горизонте никого и не было. Во-первых, не было. Во-вторых, понимаешь, все остальные люди были ангажированы. Они уже были у власти, показали себя, там, муталибовская команда ушла. Да, Эль-Чебей тоже себя уже проявил, показал. И у каждого были свои групповые интересы. Во имя о республике уже в то время, кроме него, никто не думал. У Гейдара Алиева не было ни команды, ни армии, ни вооруженной силы. Он пришел, это уникальный случай в мировой истории, он пришел один. У него даже рядом, у него была только нулевая и минусовая, минусовый старт. И он пришел один. И, ты знаешь, я семь томов написала, но все равно, если бы вы представляли, чего стоило Гейдару Алиевичу разрулить эту ситуацию, умиротворить и успокоить вот эти центры силы, разоружить эти бандформирования, эти вооруженные группировки, которые оккупировали тогда всю республику, они же республике жить не давали. Это помимо всего прочего. А потом начать потихонечку спасать страну, просто пока спасать, спасать. И через 4 месяца сделать рывок, начать строить национальную армию, освобождать территорию. Уже через 4 месяца он начал освобождать территорию. Вы понимаете, какой гениальный политик? Равнай, у меня такой вопрос. Эмиль Хам, кстати, если вам будет что сказать, я хотел бы услышать и ваше мнение. Мы все помним слова президента Ильхама Алиева о том, что история страны доказала, что сохранить независимость иной раз гораздо сложнее, чем ее завоевать. И вот с этой сети мне хотелось бы узнать ваше мнение. Можно ли воспринимать 15 июня как второй этап борьбы за независимость современного Азербайджана? Это так и есть, создать можно. Вот его сохранить, это сложно. Есть аналоги многих стран, когда создали и это не смогли удержать. А в Азербайджане были такие моменты, когда хотели неоднократно сделать переворот, неоднократно хотели это суверенитет убрать, чтобы прийти к другим каким-то старым жизненным процессам. Это все было. И сейчас вот вы задали вопрос. Я хочу вам сказать, что на самом деле Гейдар Оливич, он, придя к власти, он не ставил себе власть самоцелью. Не, никогда. Он служил народу. И сегодня, и вся его работа на протяжении всей своей жизни, это живой показатель, пример, что он служил своему народу. И то же самое было, когда Питам вернулся в это возрождение, когда здесь Эльмир Ахам сказал, что через 4 месяца он начал сделать различные реорганизации вооруженных сил. Но это не только вооруженных сил, по всей республике было. Вы посмотрите, для того, чтобы поднять экономику страны, нужны были инвестиции. Никто сюда инвестиции не принес бы, потому что страна была в военном положении. У нас шли бои. Земли были оккупированы. Как надо было подумать, как надо было это сделать, использовать золото страны, то есть это черную нефть, и привлечь этих инвесторов сюда. И я хочу вам сказать, контракт века, когда был здесь подписан. И в 1994 году, когда контракт века здесь был подписан, как внутри страны, так и на внешней стороне, многие этому препятствовали, и многие не верили. Почему? Потому что в 1994 году было подписано, первые дивиденды должны были прийти в 2004 году от этого контракта. И когда через 10 лет эти дивиденды пошли, это пример сегодняшнего Азербайджана. Социальные проекты, коммунальные проекты, различные мировые проекты. И я уже не говорю Баку-Тбилиси-Арзерум, Баку-Тбилиси-Карс. Когда мы могли бы подумать, что то, что сделал Гейдар Али, что когда-то Азербайджан, маленькая страна с 10-миллионным населением, будет энергоносителем Европы. Сегодня пример Южный газовый коридор. Все то, что не верили. Все пришло. А как это было? Я согласен. Ведь это все было продумано. Надо было притворять жизнь. Сколько было руководителей. Какие проекты мы жизнью притворили. А после его прихода столько проектов пошло. Он был, конечно, политический гроссмейстер. Очень. Гроссмейстер. Великий лидер. Да. У него был дар предвидений. Я вам скажу такую вещь. Я вот помню, мы зима 90-го года в Нахичеване, мы с ним беседуем. И он мне говорит, что он программу «Время» всегда смотрел. Что бы ни было, он откладывал в сторону. Говорил, минуточку, посмотрю программу «Время». Ну, у него это с молодых времен еще такая привычка. И вот он смотрит, там Горбачев что-то там общается. Он еще президент. И он говорит, смотри, говорит, он что творит, говорит. Он же говорит, страну, говорит, такая страна большая была. Он же, говорит, катастрофе привел. Вообще, говорит, знай, Мирхам, все неправильно идет, говорит, у нас в республике. Мы должны, говорит, к независимости готовиться. Азербайджан скоро станет независимым. Представляешь? Союз развалится. То есть он понимал, что страна... За год еще впереди нет. Еще референдума не было даже о сохранении СССР. Он уже говорит, что нет, мы не сохраним. Союз уже развалился. Мы должны готовиться. А наши республиканские реквозители-то не понимают. Они, наоборот, препятствуют этим процессам. То есть вот этот дар предвиден. Я думаю, что этот нефтяной контракт он просчитал. Как это произойдет? Он, конечно, подготовился. Наверное, провел переговоры с ведущими главами. Наверное, дал какие-то гарантии. Мы это не знаем. Но он подготовился к этому шагу. Понимаете? Почему после подписания это все пошло? И дальше, дальше другие такие шаги. Строительство армии. Приватизация земли. Ахнул весь Советский Союз, когда он в 1996 году объявил частную собственность на землю. Как? Я встречалась с Александром Яковлевым, отцом перестройки. Он мне, не любивший Гейдар Алиевича человек и способствовавший тому, что он ушел из политбюро. Он мне говорит, я не думал, что Гейдар Алиев говорит. Повернет на Запад. И таким оказывается реформатором больше, чем наши руководители. Он сам это признал. Понимаешь? Вот то, что вы сказали. Время смотрел и скажешь. Потому что для других руководителей, именно политическая власть, это была сама цель. И для того же Горбачева. А он не ставил эти задачи. И потом Советский Союз распался и тому подобное. Все его прогнозы сбылись. Все эти прогнозы сбылись, потому что он смотрел далеко, знал. Опыт большой, политический лидер. Это все имеет огромное значение. Ведь может быть, кого-то избирает, он не знает, чего начинать. А это страна. Есть не только внутри проблемы, есть международная политика. А у нас международная политика сложная, потому что у нас есть еще оккупированные земли. Надо знать, как вести эту политику. Для того, чтобы это вести знать, надо быть подготовленным. Надо быть опытным человеком. Поэтому он, вот все эти факторы в нем совокупности, все это было. Поэтому Азербайджан, вот возрождение, на самом деле это самое настоящее возрождение. Что мы сегодня живем в прекрасной стране. Мы живем в стране, где страна развивается. Естественно, человек тоже родится, пять пальцев они не одинаковые. Проблемы везде есть. Там, где есть работа и проблемы есть. В любой стране есть проблемы. Даже в самой развивающей стране. Но есть, когда, знаешь, что стратегия есть, что когда эти проблемы впереди будут решаться, как и сейчас решается постепенно, пенсионная реформа и тому подобное, тогда человек смотрит, говорит, да, все будет хорошо. А когда нет просвета, как в некоторых странах, все, тогда знаешь, что это тупик. То есть получается, мы как должны идти сегодня после этого возразения? Могло быть тупик, когда ты идешь и останавливаешься. И есть вторая дорога, светлый путь, который приводит к развитию нормальной жизни людей. Мы выбрали путь Гейдара Алиевича, который идет по светлому пути и развитию Азербайджана. Естественно, сразу все не получается. Кстати, об этом я отдельный вопрос задам. 15 июня Гейдар Алиев возглавил Верховный Совет Азербайджана того периода. По сути, стал во главе всей страны в тот период. Но времена были-то очень непростые, опасные. Я хотел бы узнать ваше мнение, как человек, который наблюдал за всем этим процессом почти изнутри. Насколько опасно для него лично было вот это решение, его согласие, во-первых, вернуться, потом уже возглавить Верховный Совет, стать у руля страны и пытаться все это поменять, пытаться решить эти правила. Насколько лично для него это все было опасно? Ты имеешь в виду опасно в физическом смысле? Ну, он об этом никогда не думал. На него несколько раз были покушения. Ты знаешь, что Ахасан Токун на него покушался. Он потом, кстати, его сам помиловал. Так, неудачное покушение. На него покушались, на Хичеване на него несколько раз покушались. Я обязательно четко это все знаю, потому что у меня это все в книгах описано. И после прихода к власти было несколько попыток физически устранить Гейдара Алиевича. Он был абсолютно в этом плане, бесстрашным. Мы один раз с ним беседовали даже буквально в салоне самолета, 95-96 год. И потом я ему говорю, может быть, надо, как-то у меня на сердце было неспокойно, тогда же переворот, это все. Я говорю, может, вам даже какое-то время не летать? А мы слышали, что готовились какие-то теракты на него, понимаешь? Ну, доходили оттуда, отсюда. И он мне говорит, не беспокойтесь за меня, со мной ничего не будет, меня, говорит, Аллах бережет. А когда мы спустились, оказалось, что наш самолет был под прицелом стрелы, знаменитого дела генерала. Просто самолет поменял направление, мы сели с другой стороны, поэтому нас не сбили. Рафаэль, как вы помните тот период, как созревало само решение того, чтобы Гейдар Алиев все-таки вернулся в Баку, возглавил страну? Как шел сам процесс? Откуда исходила инициатива в данном случае? Я вам скажу, вот сейчас я хочу чуть-чуть дополнить, вот здесь сказали, что об безопасности. Когда Гейдар Алиевич пришел, и он сказал, что всю свою оставшуюся жизнь, я посвящу своему народу. То есть он в данный момент, говоря это, уже не думал о том, что может с ним произойти. А опасность была большая, очень большая. Ведь у нас какое время было? Могли зайти в парламент и убить, и застрелить. Журналисты воровали, полные беспорядки. Все это было, мы же все это прожили, все это видели. А потом это все восстановилось. И поэтому, как это произошло? Конечно же, когда наши многие авторитетные люди увидели, что страна просто пропасть идет. И начали тихо-тихо думать, как это сделать, что это сделать. В то время, кроме, совершенно вы правильно отмечаете, не было альтернативы ему. Никого не было, кроме него. Чтобы прийти, возглавить республику и все это повести. И вот тогда собрались авторитетные люди. Поехали к нему на Хчевань. Вели переговоры. Были переговоры о том, чтобы создать новую партию, новый Азербайджан. Это было нелегко, потому что каждый их приезд в Нахчевань сопровождался встречей различных сил, которые этого не хотели. Иногда это доходило до конфликтов, до серьезных конфликтов. Но эти люди нашли в себе силы, поехали. И самая главная сила, это был Гейдар Алич, который возглавил это движение, дал направление, сказал, как сделать. И постепенно, когда это начало развиваться, вы говорите, вот как возрождать. Самое главное, народ захотел этого. Потому что в таких условиях жить это было сложно. Не завозилось, не привозилось. Хлеб, который давали, неизвестно из чего его готовили. Ведь все это мы прожили, все это мы видели. Никакой перспективы для страны не было. Что откуда-то придет через пару лет какой-то проект, дивиденды придут, люди будут жить хорошо. Люди уезжали, потоком интеллигенции, голосовала ногами. Все уезжали. И поэтому вот это все привело к тому, что люди сами захотели. И на самом деле захотели и позвали, пригласили. Он согласился, он приехал. И потом, как Эли Меховна, посмотрите, потом какие процессы пошли. Сегодня, слава богу, мы все живем. И тот период мы жили, и этот период живем. И там видели, и тут видели. Можем сравнивать. Конечно, обязательно надо сравнивать. Обязательно. И причем это надо сравнивать очень часто. Что было и как стало. Это молодежь должна прежде всего знать. Причем это не такой большой временной отрезок, понимаешь. Он буквально за 10 лет страну поднял, возродил. А Аль-Хам Гедач за 15 лет вывел ее в лидеры. Это всего 25 лет, ребята. Посмотрите на другие страны. Стабильность очень важна. Очень важна стабильность. Вот эта общественно-политическая стабильность. Мы все время говорим, что раньше наши отцы, лишь бы не было войны. А сейчас общественно-политическая стабильность. Потому что в условиях стабильности все это происходит. Аль-Хам, мы говорим, что 15 июня 1993 года, и это исторический день. Но в этот же день была историческая речь Гейдара Алиева в Верховном Совете. Вы наверняка наблюдали за этой речью. Я хотел бы узнать, какие были события до этой речи, после. В чем были основные месседжи общенационального лидера, который обратился к азербайджанскому народу? Да, вот это очень тоже интересный вопрос. Потому что мы, вот все эти годы, пока был Абульфас Аль-Чебей с командой власти, мы не слышали внятных слов о развитии, о будущем страны, о том, что надо делать, как нам надо жить. Там только шли драки, препирательства, споры и прочее. Не было нормальной, внятной политической речи. Мы не слышали этих речей. И вот впервые за эти, может быть, два-три года вышел на трибуну человек. И простым, доходчивым, грамотным, литературным азербайджанским языком обратился к народу. Он, конечно, сказал, что я не пейгамбер, я никому гарантий никаких давать не могу, но я сделаю все, чтобы спасти Азербайджан из этого положения, чтобы вывести его из этого положения. А дальше шли слова его программной речи, каким он видит это будущее. Потому что это были буквально, ну, я не знаю, там 10-15 минут этой речи. И ты знаешь, я помню такое впечатление, я в парламенте была, что все вот просто вздохнули с облегчением, как будто вот мы поняли, вот глыба упала, и этот поток разрушительный преградил. И мы поняли, что этот человек, который вот это говорит, значит, у него есть четкое представление того, как вывести эту страну из кризиса. Ты знаешь, это было удивительно. Вот одной этой речью он восстановил порядок в парламенте, успокоил народ. Клянусь, я тебе говорю, эта речь сыграла очень большую роль. Вот ты прав. Это историческая речь. Это была историческая роль. Хотя при этом он говорил, что я никому никаких гарантий не могу давать. Он четко сказал, я, говорит, не Аллах, я не Пятал. Но я постараюсь, говорит, я все свои силы, вот как Рауф сказал, все опыт, весь, все свои силы отдам на то, чтобы исправить ситуацию, спасти Азербайджан. Почему мы говорим День национального спасения? Потому что он сам употребил это слово в своей речи. Практически его речь, это была программа. И он уже первую программу вот в этот день обнаружил. На самом деле так и было. Знаешь? Это просто. Вот мы говорим о том, что Гидральевич сделал в данном случае, чтобы спасти страну. По-вашему, если бы он вернулся бы в страну намного раньше, что было бы тогда? Еще лучше было бы. Если бы, очень хороший вопрос, я вам скажу, что если бы он вернулся бы раньше, всех тех проблем, которые в то время мы жили, этого не было бы. Это однозначно. Карабаха бы не было бы. Я не думаю, что это мнение народа. Не было бы отступаться в территории. Конечно, во всяком случае, этот Карабахский конфликт, да, конечно, договорился. А как было? Не было бы так. Как давали? Они с 69-го года претендовали, претендовали, он же отклонял все. Он же их отрасывал. А с 69-го года, когда он первый в Ситар-ЦЕК был, да, я просто параллельно один пример приведу. Азербайджан как развивался? В Азербайджане построили завод кондиционеров, различные машиностроительные заводы союзного значения, которые были связаны с другими городами, республиками. Все это для того, чтобы привезти в Азербайджан, нужно было проводить через политбюро. Брать специальные разрешения. И это дело... А там не все были согласны, чтобы здесь было в Азербайджане Баку. Надо было бороться. Бороться. И вот он боролся, и создавал, и привозил Баку. И то же самое сельское хозяйство развал. Все это в Сан-Баку мы собрали. Это примеры все, которые живые, примеры, которые были. У нас развитие пошло не только город Баку, столица. Сегодня ездишь 450-500 километров в регионы страны. Отсюда, ну, туда автобаном доезжаешь. И вот все это развитие привело к тому, что была правильная программа. И это даже вот выступление тоже. Это была программа для страны. Он эту программу знал, как широко ее развести. Он просто кратко сказал, и сказал, что будет. И начал притворять жизнь. Поэтому я считаю, что это великое дело. Мы не можем забывать, что было и что стало. Обязательно. И главное, чтобы это молодежь знала. Об этом сегодня должна обязательно молодежь знать. Специально я считаю, что программа должна быть. Потому что, чтобы это не забывалось. Они же не видели те дни. То время они не жили в то время. Как раз об этом я и хочу задать вопрос. Эльмир Хам, благодаря чему стране Азербайджана удалось не только сохранить все то, что задумывал тогда, в 93-м Гейдар Алиев, но и приумножить? Ну, тут много факторов, конечно. Ты прав. Ты прав, что это совокупность факторов. Во-первых, конечно, вера народа в своего лидера. Когда, об этом, кстати, говорит Эльхам Гейдарич часто, что народ и власть, они едины, они друг друга понимают. И когда есть такая ситуация, тогда легче работать. Это очень важный фактор. Во-вторых, фактор международный был тогда, что Гейдару Алиевичу поверили. Гейдару Алиеву поверили, если помните. Он в 93-м, 94-м годах беспрерывно совершал зарубежные поездки Англия, Франция, Китай, Саудовская Аравия, Иран, Россия несколько раз для того, чтобы получить необходимые гарантии и кредиты. В стране не было, как прав, говорит, денег совершенно. И я была свидетелем, как Китай, например, огромная страна, которая никому, она не любит давать кредиты до сих пор, она нам дала очень важный кредит, который нам помог на первых порах. Потом нефтяной контракт. Правильно Рауф Мэм сказал. Вот он вытянул за собой все, очень много, совокупность большая была проблема. Ну и, наверное, главное, опять я говорю, да, мудрость и терпение азербайджанского народа, который поверил своему лидеру, который затянул по душе пояса и сказал, мы подождем, лишь бы в стране был наведен порядок, лишь бы в стране была создана армия, мы потерпим. И Гейдар Алиевич при поддержке народа со своей командой, которую он в кратчайшие сроки, кстати, сформировал, команду тоже сбрасывать со счетов нельзя, очень грамотная была профессиональная команда, которую он создал. Эти люди, они совершили вот этот рывок. Ну и политическая преемственность того, что сегодня мы продолжаем. А дальше, да, ну это естественно. Самое главное, чтобы, что Гейдар Алиевич, уходя, ушел победителем, оставив после себя человека, которому он доверял, как он говорил, так же, как самому себе. Вот это умение совершить уход и остаться, значит, оставить все те завоевания, которые при нем, вот это, конечно, тоже очень качество, доступное тоже очень большому лидеру. То есть есть лидеры, да, правят, все нормально, все потом приходит, другой все разрушает. Вот здесь этого не произошло. Вот это очень важный момент. Раф, если вы хотите дополнить эту мысль. Я в этом вопросе так скажу. Ни в одной стране развития не может быть, если не будет сильной экономики. Понимаете? Ни один проект невозможно притворить. Можно сделать массу проектов, экономика не развивается, денег нет, поступлений нет, это невозможно. Вот это все прочитал Гейдар Алиевич. Все было. Вот посмотрите, сейчас, говорите, пресс. Когда ушел, пришел Ильга Алиев. Какие он проекты продолжал? Все те проекты, которые заложил Гейдар Алиевич. И с успехом, с успехом. Даже приведу пример. Основоположником развития спорта молодежи в Азербайджане был Гейдар Алиев. Да. Первый форум молодежи он провел во дворце, в стадион ручных игр собрал спортсменов. А в 97-м году, когда Ильга Алиев стал президентом Олимпийского комитета, пошло развитие спорта. Посмотрите, в короткий срок. Я приведу такой пример, что в 2000 году, мы когда были в Сиднее, в Австралии, мы сидели на открытии Олимпиады и думали, что я про себя думал, что интересно, когда-нибудь в Азербайджане такие большие мероприятия могут пройти. Это было в 2000 году. Сегодня посмотрите пример, то, что я приведу к тому, что он заложил развитие спорта, а Ильгам Гейдар чего продолжал. Первые европейские игры, исламские игры, Формула-1. Мечты сбываются. Да, потом. Чемпионаты мира, Европы. Чемпионаты мира, Европы. Это уже как обычная для нас мероприятия по гимназии, борьбе, боксу. И самое главное, последнее, Лига Европы, финал по Азербайджану. То, что недавно сравнивали. 204 страны транслировали эту игру. То есть это реклама для Азербайджана. А как это сделать, если это сделать невозможно. Почему? Многие страны говорят. Потому что нет материально-технической базы. Нет инфраструктуры. Есть одно, что провести. Это должен быть у кого-то стадион. Кроме стадиона должно быть транспорт, инфраструктура, отели и тому подобное. И вот в одном из развитий программы, его развитие, туризма и тому подобное. Все в совокупности привело к тому, что вот Азербайджан сегодня такой. И все здесь проводится. Различные международные культурные форумы, диалоги, организации обземных наций здесь проводят мероприятия. ЮНЕСКО проводит здесь мероприятия. Это все то, что Гейдар Ильич в свое время заложил. Он мечтал об этом, ты знаешь. Вот он что многое не увидел, конечно. Да, уникальное, я вам к этому моменту скажу, это самое. Это мне рассказывал один из моих друзей. Он работал тогда замгенерального прокурора. И говорит, как-то он нас собрал всех. И вдруг говорит, ну это где-то, наверное, 98-го, 99-го. И говорит, знаете, говорит, через несколько лет, говорит, Азербайджан, говорит, будет очень сильной страной. Мы будем жить в очень счастливой стране, в очень счастливое время. И у него, говорит, аж слезы на глазах появились. Ты знаешь, мы, говорит, а тогда еще сложно было, да, еще все было впереди, основной рывок. И мы, говорит, переглядывались так и думаем, господи, что он видит такое, чего не видим мы. А вот он видел сегодняшний Азербайджан. Вы представляете, он кого-то сквозь века видел. Ну что ж, большое спасибо, Ильмир Альханам, вам. Большое спасибо, Рауф Альханам, вам за интересные и содержательные ответы, которые, я думаю, помогут нашим зрителям лучше понять, что произошло 15 июня 1993. Я напоминаю, в рамках передачи «Актуально сегодня» мы говорили о Дне национального спасения, которое отмечается в Азербайджане 15 июня. Именно тогда, в июне 1993 года, возвращение общенационального лидера Гейдара Альханам к руководству в стране позволило сохранить и укрепить независимость Азербайджанской республики. Тему обсуждали с депутатами парламента Азербайджана Эльмиром Ахундовой и Рауфом Альханам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин